Всем привет народ, с вами Алекс, мы сегодня будем собирать комп и тестировать его на материнской плате Gigabyte Aorus B550 Aorus Master Новенькая, новенькая на B550 чипсете, она у меня появилась несколько дней назад, мы ее сегодня затестим, посмотрим что она себе представляет Я уже немножко покрутил и скажу вам, что она реально очень крутая Конечно же мы все это будем собирать с процессором Ryzen 3 поколения, это Ryzen 3 3300X с базовой частотой 3.8 и с максимальным бустом до 4.3 Там количество ядер 4 штучки и 8 потоков, такой вот неплохой мощный бюджетный процесс Ну что ж, давайте распакуем материнку, посмотрим ее, а потом посмотрим все что остальное мы будем ставить на этот ком Собственно что у нас есть на коробочке, так вот выглядит она спереди, в кадр не помещается, поэтому показываю как могу По бокам здесь в принципе ничего интересного, а вот сзади у нас более конкретное уже описание Давайте мы ее распакуем и посмотрим более подробно Кстати, вот небольшие краткие характеристики, кому интересно, может поставить на паузу и посмотреть здесь много чего интересного Вот так вот выглядит наша материнка, она от X формата, B550 У Gigabyte это самый топ на сегодняшний день, который существует на B550 чипсете И что здесь собственно есть? Три слота под накопители M.2, работают PCI-Express 4.0 Вот получается от процессора, если процессор какой-то другой стоит, будет работать, например, X3 на 4, например Три слота PCI-Express 1-16 и 2-4 Дальше у нас видно, что 16 фаз питания стоит без удвоителей, это очень круто Сам сокет Четыре Азушки можно вставить, если есть на двухканальную По скады можно прочитать А вот это вот, если не ошибаюсь Я не знаю, сейчас покажу поближе, надеюсь видно Noise Sensor, это датчик шума специально, чтобы настраивать вентиляторы и так далее Сбоку у нас выходы от SATA Множество выходов под подсветку, кулера, водянку и так далее, USB всякие Питание у нас 8 плюс 4 Массивная система охлаждения Здесь радиаторы прям такие конкретные стоят На мосту у нас вот такой вот радиатор И насколько я понимаю и насколько я вижу Здесь кулера нету И скажу я вам, что это очень круто, потому что у X570 стоят кулера И они довольно таки сильно шумят Здесь его нет и вы будете просто наслаждаться тишиной С другой стороны у нас выходы Огромное количество USB Wi-Fi шестого поколения Со скоростью до 2.4 HDMI Плюс что у нас еще есть Куча снова USB Q-Flash Plus Многие кстати не знают, что это такое Это кнопочка для обновления биоса То есть например, вы подкидываете питание на материнку Скачиваете на флешку биос Вставляете флешку в материнку Жмете кнопочку и все То есть вам для обновления биоса не нужен ни процессор Там ни оперативка Вообще ничего не нужно Даже видеокарта вообще абсолютно ничего не нужно Главное источник питания К питанию процессора Хотя его не будет И питание самой материнки Дальше LAN у нас Чтобы вы видели Скорость 2500 поддерживается Очень быстрый LAN На самом деле Не знаю сейчас есть где-то такой интернет или нет Но скорость весьма космическая Ну а с обратной стороны мы имеем Вот такой вот Backplate Пластиковый В принципе для красоты И возможно для Того чтобы конструкция была более крепкая Ну что Давайте теперь смотреть остальное оборудование Дальше у нас видеокарта Это AMD Radeon RX 5600 XT С шестью гигабайтами памяти на борту GDDR6 На трех вентиляторах Я не знаю по моему Девяточки В принципе вы ее уже видели у нас в обзорах Здесь восьмипиновое питание Сзади металлический backplate Выходы Выходы DisplayPort И так далее И она у нас на На скольки И она у нас на Пяти тепловых трубках Дальше у нас идет блок питания AeroCool Всеми любимый Ксас плюс На семьсот ватт Вот так вот он выглядит Здесь кулек По идее наверно 14 или 12 Бронзовый сертификат Так вот сзади выглядит Моделька кому интересно в принципе все ссылочки будут в описании под ролик Ну и конечно же кабели не отстегивающиеся У нас здесь куча питания Видеокарты Саташки Обычные Молексы И так далее Охлаждать все это дело у нас будет охлаждение Noctua NH-U12A В принципе вы его видели уже не один раз в обзорах Поэтому думаю что В принципе показывать не обязательно Конечно же память Память у нас будет под винду Это Patriot Scorch M2 На 128 гигабайт Так фокус где-то потерялся 53-го поколения X2 Получается скорость где-то должна быть Я не помню Около полторы тысячи Очень быстрая память на самом деле Ну а под игры Мы будем использовать Viper VPN 100 Со скоростью до 3500 На 512 гигабайт Вот так вот он выглядит Такой вот на нем алюминиевый радиатор С несколькими ребрами Очень хорошо кстати И охлаждает Потому что такие быстрые SSD Греются весьма неплохо Ну и конечно же оперативка у нас будет Также Патриот Viper используется на 16 гигабайт С частотой 2666 Ну что Мы сейчас это все дело соберем И протестируем в нескольких играх Итак Начнем с тестирования процессоров Cinebench 20 Наш Ryzen 3 3300X набрал 2424 балла Обогнавте в самом i7 7700K Думаю что это вполне хороший результат Ну а теперь давайте проверим Производительность данной сборки в играх Ну и также напомню что все тесты будут производиться В разрешении 1920 на 1080 и с максимальным качеством графики Первая игра у нас Strange Briade Максимальное качество графики И средний фпс получился в районе 129 кадров Итак Продолжение следует Продолжение следует... 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 Продолжение следует...